В городском округе провели исторический час, посвященный 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. Звучали песни военных лет, школьники читали стихи Ольги Бергольц. На встречу во Дворце детского творчества побывали мои коллеги. Осада северной столицы началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Голод, холод и отсутствие какой-либо связи с внешним миром не позволили фашистским захватчикам сломить дух блокадников и сдаться. 18 января 1943 года была прорвана вот здесь, в этом месте, блокада. И уже с января 1943 года могли уже соединяться и какие-то части, и вывозить людей, детей, привозить какие-то продукты и какие-то боеприпасы. В результате наступательной операции «Искра» фашистов отбросили от Ладожского озера и по этой небольшой полосе проложили сухопутный коридор, который соединил осажденный город со страной. О том, что пришлось пережить жителям Ленинграда, депутат Дмитрий Дениско знает не только из учебников истории. Моя бабушка очень много мне рассказывала о тех временах. Они жили как бы за кольцом блокады, но она рассказывала, как они варили клестер, ходили на поля собирать вот эти остатки гнилой картошки. За весь период действия «Дороги жизни» в Ленинград перевезли свыше полутора миллионов тонн груза и эвакуировали более миллиона человек. Поздней осенью 1942 года по «Дороге жизни» была эвакуирована и маленькая Галя Цветкова. Это очень трогательная дата и радостная, и тяжелая, и все, потому что очень много людей погибло. И все-таки мы победили, и Ленинград освободили, то есть, вернее, начали освобождать. И через год он будет 80 лет, но это, конечно, дата такая со слезами на глазах. Это символ освобождения и символ победы во Второй мировой войне, потому что этот прорыв очень много что значил для победы. Через год, 27 января, в России отметят 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.